Время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. И начнем с громких политических новостей. Штефан Гацкан, которого предположительно вчера удерживали силы социалисты, был избит, а затем вывезен из Молдовы по просьбе Игоря Дадона. Об этом заявил председатель политформирования «Наша партия» Рената Усатый. Такого же мнения придерживаются и депутаты из ПРО Молдова. Какова была реакция парламентария в этой связи, расскажем в следующем сюжете. Примар Бельц утверждает, что Штефан Гацкан был вывезен из Молдовы вечером 1 июля. Гацкана запугали и даже избили. Дадон сегодня в полдень принял решение о том, чтобы Гацкана срочно вывезли из Республики Молдова. То, что сегодня видели граждане Республики Молдовы, это полный бандитизм. Хотели уйти и другие социалисты, но чтобы их остановить, им показали, что с ними будет. По словам Рената Усатого, вывозом Гацкана из страны занималась служба государственной охраны и СИП, которые подчиняются главе государства. Последний отрицает свое в этом участие. А в службе госохраны сказали, что не комментирует заявление Рената Усатого. Отметим, что в среду ПСРМ объявила, что потребовала для Гацкана государственной защиты. В пограничной полиции подтвердили выезд Гацкана из страны. В среду вместе с семьей он отправился в Румынию. В то же время депутаты про Молдова жестко раскритиковали действия властей, которые, по их словам, постигают на безопасность людей. И заявили, что проинформируют об этом дипломатические миссии в Республике, Совет Европы, Европейский Союз и ОБСЕ. Вчерашний случай с нашим коллегой, депутатом Штефаном Гацканом, показывает, с одной стороны, террор этой власти, с другой – отчаяние власти президента Дадона, действием которых, вероятно, со вчерашнего дня наступает конец. Парламентарии заявили, что потребуют создания специальной парламентской комиссии, которая расследует это дело. Представители политической партии ШОР осудили шантаж и запугивание депутата Штефана Гацкана, и депутаты от ПДС и ППДП возмутились происходящим. Обычно, когда депутаты подают заявление об отставке, они лично объявляют об этом. Вышел Фуркулица и сказал, что Гацкан подал заявление об отставке. Откуда мы знаем, что, например, кто-то не сидел с пистолетом у его виска и не говорил ему подписать это заявление, а то, в противном случае, выстрелят в него. В беседе с нашим корреспондентом пресс-секретарь главы государства Кармана Стерпу сообщила, что не комментирует заявление политических игроков. В то же время спокойные и беззаботные лишь социалисты, которые заявили, что Штефан Гацкан в безопасности, но отказались рассказать, где именно. Вместе с ним у нас есть план, но в интересах господина Гацкана и в интересах юридических учреждений, которые сегодня выполняют свою работу, мы не будем больше общаться с господином Канду. У депутата Штефана Гацкана по-прежнему отключен телефон. Напомним, заявление о том, что он покидает фракцию социалистов и присоединяется к Промолдову, было сделано во вторник. На следующий день, однако, он отказался от мандата и исчез. Его коллеги из Промолдова, которых поддержали депутаты от партии Шор, протестовали у президентуры, где предположительно удерживали Гацкана. В целом протест прошел мирно, только на депутата Владимира Чеботаря наехала машина, выезжающая из президентуры. И добавим, через несколько часов после исчезновения, Штефан Гацкан опубликовал видеозапись, в которой отметил, что он в порядке и ему нужен перерыв. Тем временем, парламентская оппозиция бойкотировала сегодня заседание парламента, на котором Кабмин должен был представить проект о принятии ответственности за внесение ряда поправок в закон о государственном бюджете. Депутаты политической партии Шор, а также представители Промолдова, ПДС и ППДП, посчитали намерение исполнительной власти попыткой взять на себя функции парламента. В итоге заседание отменили из-за отсутствия кворума. Как сообщается в пресс-релизе политической партии Шор, депутаты не стали участвовать в заседании парламента, учитывая ситуацию, сложившуюся в последние дни в стране, а также потому, что депутаты выступают против того, чтобы правительство провело на себя ответственность за поправки в госбюджет, что, по их мнению, является исключительной прерогативой парламента, который в настоящее время функционален. В политической партии Шор убеждены, что закон о бюджете должен обсуждаться при любой ситуации в парламенте, рассматриваться публично, обсуждаться среди экспертов. Тем более, это должно происходить именно так, в условиях кризиса, с которым сталкивается Республика Молдова, говорится в обращении. Представители партии Шор также утверждают, что непрозрачность действий правительства Дадона и спешка, с которой оно пытается продвигать этот проект, вызывает много вопросов и показывает, что оно пытается снова скрыть интересы правящей коалиции. В то же время в парламентской фракции Шор напомнили о событиях 30 июня и 1 июля и подчеркнули, что осуждают давление шантаж и задерживание силы депутата Штефана Гацкана. В знак протеста депутаты бойкотировали заседание парламента, потребовав провести расследование инцидента и наказать виновных. И лидер ПРО Молдова Андриан Канду также заявил на пресс-конференции, что вместе со своими коллегами будет бойкотировать заседание парламента. Сегодня нас не будет на пленарном заседании парламента. Мы бойкотируем пленарное заседание, чтобы не дать пройти еще одной дурной идее этого правительства принятия на себя ответственности, которую они хотят представить сегодня в парламенте. Взятие ответственности – это акт, который включает в себя определенные обстоятельства в особых случаях. Позже депутаты от ПДС также сообщили, что они не появятся на пленарном заседании. Основной причиной является то, как Дадон и его партия пытаются закрыть рот парламенту, чтобы сделать этот институт нефункциональным. То, что Дадон и его партия пытаются сделать сегодня – это узурпация власти в государстве. Есть элемент для узурпации об утере института. Депутаты Платформа «Достоинство и правда» также не участвовали в заседании парламента, а Александр Слуцарь призвал фракции начать консультации об отставке правительства Кику и назначении нового Кабмина. Мы не участвуем в этом заседании в знак протеста против узурпации власти правительством Кику Дадон. Мы считаем, что это принятие ответственности не что иное, как злоупотребление со стороны исполнительной власти, нарушение конституции. И в этом отношении наш вопрос к мистеру Кику. Кто вы такой, господин Кику? Мы дозвонились до советника премьер-министра по связям с общественностью Виталия Драганча, который заявил нам, что каждый депутат имеет право на собственное мнение. Пресс-секретарь президента Кармена Стерпуни ответила на наши телефонные звонки и отправленные сообщения, чтобы прокомментировать обвинения, выдвинутые депутатами. Уточним, что в парламенте должны были проголосовать за принятие ответственности правительством по четырем проектам, касающимся изменений в государственном бюджете. И некоторые привели бы к увеличению дефицита бюджета более чем на 1 миллиард леев и превысили бы 17 миллиардов. Обыски прошли в бывшем офисе Демократической партии на улице Армянской в столице. С проверкой этим утром в здание нагрянули сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Информацию для нашего телеканала подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру. По ее словам, обыски проходят в рамках расследования по делу о банковском мошенничестве. Ведомстве пообещали позже представить подробности. Между тем, адвокат бывшего лидера демократа Влада Плохотнюка заявил, что эти действия являются незаконными, так как не было представлено никакого официального документа о разрешении на проведение обысков. Лучан Рогак подчеркнул, что считает это политической борьбой, которая связана прежде всего с ситуацией Штефана Гацкана. Перейдем к теме пандемии. Еще два человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. В обоих случаях речь идет о женщинах, одной из которых было 51, а другой 64 года. Таким образом, общее количество смертей в Молдове из-за COVID-19 достигло 551. Кроме того, 453 пациента находятся в тяжелом состоянии, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, об этом сообщает Минздрав. К утру четверга в стране подтверждены почти 16 900 случаев инфицирования коронавирусом, включая Приднестровье. 2429 зараженных среди работников системы здравоохранения. Еще 162 зарегистрированы в Министерстве внутренних дел. В связи с этим МВД обустроило специальное место для размещения своих сотрудников с легкими формами COVID-19. В здании, предоставленном Бюро по миграции беженцам, есть 28 мест для проживания, оснащенных всем необходимым оборудованием. По словам представителей МВД, изоляция в этом центре уменьшит контакт инфицированных с членами семей и исключит риск распространения инфекции. И о ситуации в мире. 10 миллионов 812 тысяч – таково на сегодняшний день количество заболевших COVID-19 на планете. Выздоровевших на данный момент более 6 миллионов. В США, стране, которая является лидером по числу инфицированных за последние сутки, зафиксированы более 52 тысяч новых случаев коронавируса. В Америке это самый высокий показатель прироста с начала пандемии. Всего в Соединенных Штатах вирусом нового типа заразились около 2 миллионов 780 тысяч граждан. Общее число смертей от этого недуга – 128 тысяч. В Бразилии, которая занимает второе место в мире, почти полтора миллиона заболевших. Ограничения на въезд и выезд из этой южноамериканской страны продлены властями еще на 30 дней. В мире ведется разработка 141 вакцины от коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. По его мнению, некоторые ученые в нескольких месяцах от успеха. В России ранее сообщили, что три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Клинические исследования вакцины должны завершиться уже к середине сентября. Власти Испании и Португалии открыли границу между странами, закрытую около трех с половиной месяцев из-за пандемии коронавируса. В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие король Испании и президент Португалии. Несмотря на это, карантин остается в силе в нескольких районах Португалии. Но большинство жителей этой страны положительно оценивают меры, предпринятые правительством по борьбе с коронавирусом. Смертность от COVID-19 здесь в несколько раз меньше, чем в соседней Испании. У людей, проживавших вместе с больными COVID-19, выработался Т-клеточный иммунный ответ на белки вируса нового типа. Об этом говорится в исследовании французских вирусологов и иммунологов. В отчете сообщается, что при этом антител у них не обнаружили, и результаты тестов на коронавирус были отрицательными. Возможно, Т-клеточный ответ – более точный показатель перенесенного заболевания, чем антитела. По мнению французских ученых, эпидемиологические данные, основанные только на анализе антител, могут вести к недооценке числа переболевших людей в популяции. Министр здравоохранения Новой Зеландии объявил, что уходит в отставку из-за действий правительства во время пандемии коронавируса и личных ошибок. Чиновник дважды нарушал режим самоизоляции за время карантина. Его понизили в ранге после поездки на пляж в нарушении правила общенационального карантина. Кроме того, он возил свою семью на пляж для прогулки в первые выходные в введение ограничительного режима. Уже бывший глава Минздрава сообщил, что понял, что продолжение его работы на этом посту отвлекает правительство в борьбе с COVID-19 и глобальной пандемией. Премьер-министр Новой Зеландии приняла его отставку. Власти США скупили около 500 тысяч доз ремдисевира. Это практически все запасы лекарственного препарата, который эффективно применяется при лечении коронавируса. По оценкам экспертов, Вашингтон существенно ограничил доступ европейских государств, включая Великобританию, а также ряд стран по всему миру, к этому препарату. Использование ремдисевира при лечении пациентов с COVID-19 позволяет сократить период выздоровления до четырех дней. Напомним, ремдисевир прошел клинические испытания. Власти Японии, Южной Кореи, Индии, Британии и Израиля одобрили его использование. Продолжаем выпуск. Никаких санитарных или иных нарушений в парке развлечений и отдыха «Архиэлэнд» выявлено не было. Об этом заявил примар Аргеева Павел Вережану после того, как представители Национального агентства общественного здоровья направили в примарию письмо о том, что на территории комплекса выявлено несколько нарушений. По словам градоначальника, еще 15 мая были проведены проверки специалистами общественного здоровья, которые подтвердили, что все пробы соответствуют нормам. По словам примара Аргеева, «Архиэлэнд» располагает всеми необходимыми документами, с помощью которых можно доказать, что семейный парк развлечений работает с соблюдением всех норм безопасности. «Мы обратились к районному центру общественного здоровья, и сотрудниками данного учреждения были взяты необходимые пробы. Между тем мы получили результат исследований, которые показывают, что анализ воды и песка на пляже и в горках в парке Архиэлэнд на высоком уровне». Что касается разрешения на работу, то Павел Вережану отметил, что до тех пор, пока на национальном уровне существуют определенные запреты, которые действуют до 15 июля, местная администрация не может предоставить этот документ. Примар также утверждает, что необходимый документ парк получил после снятия ограничений. Павел Вережану назвал такие действия политической расправой. «Нам не могут выдать это разрешение только по бюрократическим причинам, потому что они находятся в подчинении у Национальной комиссии общественного здоровья, и мы все знаем, что это политические решения, направленные именно на Архиэлэнд. К сожалению, национальные власти вернулись в политику. Мы видим, какие нарушения происходят с воскресенья. Мы попытались выяснить, о каких нарушениях на самом деле идет речь. Директор Центра общественного здоровья Аргеева Ион Болбачану подтвердил, что проверки действительно были, но о нарушениях не сказал ни слова. Анализы воды и песка были взяты, но мы направили в премырию уведомления о решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, где четко указано, что запрещается деятельность зон отдыха, включенных в код КМ 9321. Это ярмарки и парки развлечений. Павел Вережану подтвердил, что всеми любимый парк развлечений в стране Архиэлэнд – это безопасное место для детей даже во время пандемии. На всех входах в Архиэлэнд стоят сотрудники с термометрами, дезинфицирующим средством, масками. Все горки дезинфицируются один раз в час, все меры предосторожности предприняты. Это место самое безопасное на сегодняшний день в Республике Молдова. Напомним, деятельность крупнейшего развлекательного центра в стране Архиэлэнд была нарушена в минувшее воскресенье после того, как власти попытались его официально закрыть, опираясь на решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. На территории семейного парка находилось большое количество полицейских. Для этого были стянуты силы полиции не только из Архиэлэнд, но даже из Кишинева. Правоохранители буквально заставляли людей покидать территорию, угрожая огромными штрафами. Однако посетители комплекса и жители города встали на защиту популярного места отдыха. Людей поддержали и представители политической партии ШОР, по словам которых, полицейские не представили ни одного запретительного документа, как того требует закон. Кроме того, отметили, что власть использует двойные стандарты, так как в Кишиневе не запретили работу нескольких зон отдыха, таких как зоопарк и дендрарий. И еще одно новое завершение этого выпуска. По случаю 516-й годовщины со дня смерти величайшего господаря Молдовы, депутаты политической партии ШОР и муниципальные советники от этого формирования этим утром возложили цветы к памятнику ушцев на Чалмаре в столице. Чуть позже высшее руководство страны также почтило память господаря, придя к монументу с букетами. И в этот момент президента Игоря Дадона освистала группа людей, включая лидера ЛП Дарины Киртуака. Протестующие требовали отставки Игоря Дадона и его выезда из страны, особенно после скандала, связанного с депутатом Штефаном Гацканом. Демонстранты также напомнили президенту о черном кульке, который он получил от Влада Плохотнюка. Добавлю, Штефан Чалмаре был господарем Молдовы в период с 1457 по 1504 годы. Он правил страной в течение 47 лет. Политик, дипломат и полководец. Он провел около 40 сражений, защищая независимость, границы и интересы молдавского княжества. Также Штефан Чалмаре построил 44 монастыря и церкви. Таковы новости к этому часу. Я Алиса Коряк. На данный момент с вами прощаюсь. Удачного вам дня в продолжении. Берегите себя и до встречи в эфире в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин